Всем привет! Меня зовут Ирина, я таролог и психолог. Рада вас приветствовать! Сегодня будем смотреть вашу ситуацию. Просмотрим все, что происходит в вашей жизни, что вас тревожит, волнует, что не дает вам спокойно уснуть. Просмотрим. Пусть на поверхность выйдут все ваши тревоги, заботы, проблемы. Расклады очень полезно смотреть именно с этой целью, для того, чтобы вывести что-то на поверхность. Какие-то тайны вашей жизни, каких-то людей, которые тайно вредят вам. Все ваши страхи, да, все вот эти барьеры психологические, которые есть. Итак, ваша ситуация. Что сегодня в вашей жизни происходит? Ух ты! Переживания, эмоции из-за мужчины. Жезловый король. Жесткий человек. Ну, я скажу так, инфантильный. Ну, потому что Паш Мечей, да, инфантильный человек. Резко себя повел. Какой-то сделал шаг необдуманный. Абсолютно необдуманный. Как инфантильный человек, да, себя ведет. То есть он принимает решение сгоряча. Он сначала делает, потом думает. Очень часто жалеет о содеянном. Вот вам характеристика человека сразу вышла. Вообще обижает людей очень часто этот человек своими действиями. Кто он? Ваш начальник, коллега по работе, по бизнесу. Ваш любимый человек. Ну, такой резкий мужчина. Вот с виду спокойный, да, вы, может быть, думали, что он там кубковый король. Да вы чувственный такой, мягкий, любящий. Как-то вот вы так его воспринимали. Но он жезловый. И вот здесь, смотрите, рыцарь жезлов. Если он что-то делает, он это делает всегда быстро. Очень неожиданно может себя повести непредсказуемый человек. Но, скажем так, у него своя правда. Если он что-то решил, он будет думать, что он прав. И вы знаете, ему доставляет некое удовольствие видеть, как вы страдаете, переживаете. А вы плачете. Пятерка кубков. Это карта сердечных переживаний. Здесь и слезы, здесь и внутренние какие-то страхи. Здесь сердце болит. И вопрос, за что, почему, да, я же вложилась в эти отношения. Я же все сделала от меня зависящее, да. Почему же руки ты мне настолько связываешь, настолько ты меня в эти рамки какие-то сжимаешь, что я даже, я не могу понять просто, да, тебя, твоих действий, мотивы поведения такого. Вы ищете правду. И вы вообще человек по жизни совершенно другой. Вот ваша характеристика. Это у нас карта Верховная Жрица. Красивая карта, да. Смотрите, какая вы королева. Он вас такой видит. Он вас видит, Верховная Жрица. Видите, женщина, которая находится на более высоком уровне. Он король, вы Верховная Жрица. Это колоссальная разница. Вы как будто бы уже от него далеко ушли, да, вот выше поднялись. Может быть, вы по возрасту старше. Может быть, вы занимаете какое-то положение. Имеете независимость финансовую. Либо какую-то еще независимость. Может, вы в духовном плане выше него, да. Для вас духовные вещи какие-то ценные. Вы понимаете ценность этих вещей духовных. Для вас важны чувства, любовь в отношениях. Вы мудрая женщина. Вы планируете свою жизнь. Вы хотите нормальных отношений. Вы работаете над отношениями. Это все характеристика Верховной Жрицы. Человека, который понимает суть жизни, да. На чем должны базироваться отношения. И вы вели эти отношения долгое время. Вы вели. Вы Верховная Жрица. Не мужчина. Он, конечно, хотел себя осознавать первым лидером в ваших отношениях. Но Вы, Верховная Жрица, как-то так всегда получалось, что вы оказывались правы. И он был вынужден это признать. Ему это неприятно было. Но потому что человеку инфантильному и человеку, стремящемуся занять лидерские позиции в отношениях, всегда хочется быть первым. И когда он понимает, что у него это не получается, ну, соответственно, падает его самооценка, и он начинает глупости делать. Вот какую-то глупость он сделал. И это зависело от ваших действий. То есть что-то вы сделали, как-то вы себя повели. Поэтому он и принял такое решение. У вас своя правда, карта правосудия. Вы человек правдивый, вы человек открытый. По данной карте можно сказать, что для вас вообще в отношениях важна вот эта вот прозрачность. Вы открываете сердце человеку, значит, вы ему что-то отдаёте. И, соответственно, ждёте того же от другого, от этого же мужчины вы этого ждали. Но он совершенно другой человек, видите. Он, во-первых, заточен на себе, эгоист. Свои ценности, свои какие-то запросы личные для себя самого для него важнее. Важнее ему хорошо, когда вы находитесь вот в таком состоянии, когда у вас руки связаны, когда вы расстроены. Ему приятно, когда вы переживаете, когда вы тоскуете, когда вы находитесь в неизвестности. Есть такие люди, да? Есть. Мужчины бывают часто жестокие даже, да? Жестокие по отношению к женщинам. Хотя вот чувства, да? Чувства ведь может быть и есть. Да, здесь желание, видите, какое? Желание покорить вас. Была мечевая королева. Вы такая были какая-то холодная о его представлении, неприступная. Когда он только-только вас узнал, только-только познакомились вы, вы в его представлении вот именно такая женщина, да, были. И он сказал, я ее завоюю, мне нужна такая женщина. Это, знаете, как дело чести для него. И вы знаете, завоевав вас, он, конечно, значительно поднял свою самооценку. Ему было приятно, что вы такая роскошная, такая верховная жрица и одновременно мечевая рядом с ним. Выбрали его. Ну, ваши отношения к этому человеку. Луна. А вы знаете, сомнения у вас в какой-то момент начали одолевать сомнения. А нужен ли он вообще? Ну, видимо, какие-то его действия вас начали настораживать. Или какие-то черты в характере. Некая необязательность, нерешительность. Такие вот скоропалительные какие-то действия. Человек обидчив. Кстати говоря, по пажу мечей достаточно обидчив. Он может, не знаю, из одного какого-то слова, сказанного вами в его адрес, просто закрыться. Не знаю, удалить вас из соцсетей. Не писать, не звонить несколько дней. Потом отходит. Отходит и начинает, в общем-то, как бы опять общаться. Проявляет инициативу. Вы начали задумываться. У вас такие прям сомнения. А вдруг он вас обманывает? Кстати говоря, здесь семерка мечей указывать может на то, что человек ведет себя как-то неискренне. Что-то недоговаривает. Что-то скрывает от вас. Ну вы понимали, да, интуитивно чувствовали. Вы же верховная жрица. Она же интуитивно все чувствует. Что происходит. Что человек недоговаривает. А что он от вас скрывал, собственно говоря? Что скрывал? Ну, скрывал какую-то победу свою. Какие-то тайные стремления. Семерочка жезлов, да. Тайные стремления какие-то. Вот он и с вами хотел отношения. Но у него как будто бы еще и другая жизнь какая-то была. Жизнь вне вас. А, кстати говоря, по верховной жрице отношения могли быть тайными у вас. Он там женат мог бы быть. Ну, был женат, да, возможно. Потому что тайно. Здесь может быть и луна еще. Это тайные отношения. Потому что показывает, как будто у него две жизни. С вами одна. А где-то еще вот он проживает другую жизнь. Ну, хорошо. Как судьба повернет. Как судьба все повернет. Ну, смотрите. Придет кому-то озарение. Придет кому-то озарение здесь. Но поскольку мечевой король выходит, можно предполагать, что к мужчине придет именно действительно осознание какое-то. Но, видите, он мечевой все-таки. То есть, опять же, он примет какое-то решение в связи с тем, что поймет, что осознает, что для него откроется. Будет принимать решение. И это решение выйдет в десятку кубков. Но желание быть с вами у него есть. Понимаете как? Ну, что за решение? Разрушить? Уйти? Ага. Так, смотрим. Решение. Посмотрите, сделать башню. Башню там, где он сейчас находится. Ну, давайте посмотрим, где сейчас он находится. А там, где он не власти над обстоятельствами. Там хаос какой-то. Его жизнь сейчас – это сплошной хаос. Какие-то проблемы в работе, может быть. В семейной жизни. Вообще в жизни этого человека какой-то раздра идет. Полнейший происходит. Смотрите, башню делает он. Он уходит от этого всего. Даже понимая, что у него там перспективы есть. Восьмерка кубков. Уйти от того, что перспективно. В общем-то. Удар. Удар по тем отношениям, которые сегодня у него есть. По тому партнерскому союзу, в котором он сегодня находится. Он сегодня в отношениях. Потому что старший аркан влюбленный – это отношения. Брак, либо просто отношения, но женщина там есть. Женщина есть. Я просматриваю сейчас ее характеристику. Она помоложе. Паша Жезлов. Помоложе. По возрасту. Либо она просто, как человек такая. Инфантильная немножко. Вот одно из двух. Либо возраст показывает помоложе, либо же человек инфантильный. Расклад общий. Смотрите, у кого какая ситуация. Ну и почему показывает именно этот момент? А потому что она эти отношения выстраивает по-своему. Она на самом деле не знает, как его удержать. Она не знает, как его удержать. Плюс двойка Пентаклей. Пытается то ли с него денег взять. Потому что это партнерский союз, все-таки основанный на материальных ценностях. То есть отношения, видите, устроятся на материальной составляющей. То ли он хочет от нее. Там что-то такое. Одно из двух. Но здесь деньги как бы рулят. Деньги рулят. И карта Победы. Она уже одержала Победу. Понимает, да, что этот человек рядом с ней. Теперь не с вами. Это для нее Победа. Ну а с чем она останется потом в итоге? Но на ближайшее время с осуществлением своей мечты. Но посмотрите, она сама будет этому не рада. Пока еще он будет рядом с ней. Но полгода это точно. Ближайшее будущее, да, смотрим. Но потом, после звезды, она задумается. А нужен ли он мне вообще? Потому что он денег хочет. Шестерка Пентаклий. Или наоборот, она хочет денег. Но он недостаточно, может быть, ей дает. И она как бы задумается, зачем мне такие отношения. Я же хотела этого человека именно ради нормальной жизни, как бы комфортной жизни. Но если не получается, то зачем? Ладно. Смотрим судьбу ваших отношений все-таки, да. Праздник. Праздник. Победа. Двоечка жезлов. Какой-то разговор будет. Разговор. Вот рано или поздно у вас будет с этим человеком разговор. Хотите вы этого или нет. Остынет. Посидит, подумает, осознает что-то. Примет какое-то решение. Пригласит куда-то. Тройка кубков. Кафе. Что-то предложит. Да, вот, не знаю, выпить чай, кофе, покрепче что-то. Двойка жезлов. Разговор о событиях, о происходящем. Тет-а-тет. И по рыцарю Пентаклий какая-то стратегия, понимаете, которая постепенно выведет ваши отношения на новый уровень. Но, во всяком случае, шанс есть. Ну, вам-то это нужно. А вы для себя поставили точку. А вы для себя точку поставили. Уже сейчас карта смерти. Новый мужчина будет у вас? Нет. Карта повешенной. Вы не спешите в новые отношения. Вы могли бы уже быть в отношениях с новым человеком, но не спешите. Карта повешенной, как будто на паузу вообще поставили свою личную жизнь. Занялись чем-то другим. И это правильный вариант на сегодня. Вы наслаждаетесь тем состоянием, которое сегодня есть. Это какая-то такая внутренняя свобода. Это спокойствие. Это удовлетворенность собственной жизнью. Вы не хотите обременять себя новыми проблемами. Вы понимаете, что новые отношения – это новые проблемы. Окей, совет вам. Умеренность. Да, побудьте в этом состоянии, которое вот сейчас у вас есть в жизни. Наслаждайтесь вот этими минутами беззаботности, свободы. Осуществляйте свои мечты, планы. Живите так, как хотите. Вы это заслужили. Вот так. Да. Десятка пентаклей у меня здесь путается. Это брак. Видите, отношения у вас будут. Брак будет. Но не сейчас. Не в ближайшем будущем. Пока еще не пришел момент. Да, момент значимый, момент знаковый для перемен. Пока по умеренности живите. Как живете, так и живите. Об этом карта умеренности. Ну, вот вся информация на сегодня. Надеюсь, что она была для вас полезной. Всех благодарю за просмотр. Надеюсь, что вам не очень сильно мешают шумы извне. Простите, но пока так. На этом все. Я вас благодарю. Благодарю высшие силы за работу. И прощаюсь с вами совсем ненадолго.